Рекламно-информационная программа. Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С Верой в спорт. Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. В минувшее воскресенье, 15 июля, завершилось колоссальное по своей величине, значимости, бюджету и количеству неравнодушных людей мероприятие Чемпионат мира по футболу 2018. О том, как эти события отразятся, и, скорее всего, отразятся на состоянии футбола в России, в частности, в кировском футболе, обсудим с нашими экспертами. Это ветеран кировского футбола Евгений Душкин. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И старший тренер по футболу, шор номер 8 города Кирова, Сергей Самарцев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Итак, завершился чемпионат. Ваша оценка, справилась ли Россия с проведением мероприятия такого уровня? Если справилась, то на какую оценку, Евгений Алексеевич? Результат всей работы, всего, можно сказать, правительства Российской Федерации, всего населения города Кирова по проведению этих соревнований на высшем уровне. И это же оценили даже у нас средства массовой информации, которые относятся негативно к нашей стране. Особенно американцы постарались, что сказали тогда, чемпионат мира никогда на таком высоком уровне не проходил. Это же отметил президент США Трамп. То есть прошло на высоком уровне. Но американцы, понятно, ваши как уличные ощущения с точки зрения, скажем так, человека из России, когда мы понимаем, какие затраты на это все, что россияне потеряли, может быть, где-то недополучили, вместо того, чтобы отыграть такой красивый большой праздник. Ну, о затратах можно говорить с утра до вечера и не перейти к никакому выводу. Самое основное, что все очень довольны, жители России, население России, проведение их соревнований, и это ярко было эмоционально. Тем более, с нашей страной познакомились много туристов, которые, надеюсь, приедут еще не раз в нашу страну. Да, и принесут нам деньги. И принесут нам деньги. Которые употребляют на футбол. Натя Николаевич, что вы думаете? Ну, в первую очередь, это действительно был большой праздник футбола в нашей стране. Атмосфера на всех стадионах была очень позитивна. Болельщики рады, все счастливы. Но, как бывает часто, после праздника наступает похмелье, скажем так. Так вот, задача, я считаю, задача руководителей футбола, руководителей страны в данный случай, чтобы после этого праздника в стране похмелье не наступило относительно развития футбола. И чтобы это послужило толчком для дальнейшего движения вперед, а не покатилось все вниз, как говорится. На самом деле, на стадионах, тоже видно было, только на экранах смотрела, большое воодушевление, но не только на стадионах, в городах, которые принимали игры чемпионата, которые принимали матчи, гостей, иностранцев. Невероятное воодушевление, все счастливы. На самом деле, был какой-то невероятный всеобщий экстаз, положительные характеристики этого слова. Огромное количество болельщиков у экранов, в фан-зонах, дома, в кафе, где угодно. То есть, все болели, все переживали. И даже если играла не российская команда, все равно так или иначе поддерживали. Вот как раз вы сказали про так называемый футбольный похмелье, Сергей Николаевич. А как, на ваш взгляд, хорошо бы сделать так, чтобы оно было максимально нейтрализовано? Ну, во-первых, этот интерес жителей страны нужно поддерживать сейчас. Футбол, соответственно, нужно... Основа всего спорта в целом, не только футбола, это, конечно, детско-юношеский спорт. То есть, чем больше детей мы привлекаем к занятию футболом, тем больше родителей, соответственно, тоже проявляет интерес к данному виду спорта. И, соответственно, те суперобъекты, которые построены в городах, базы тренировочные для команд-участниц были, значит, отличные стадионы с большой вместимостью. Они должны заполняться в будущем. То есть, они не должны простаивать, без дела, так сказать, вершать и рушиться. Чтобы эти объекты жили дальше, значит, нам нужно сейчас обязательно вкладываться в детско-юношеский спорт, развивать интерес, поднимать в стране в целом, ну, двигаться вперед. Ну, а как вы считаете, в тех городах, где были построены с ноля, построены огромнейшие стадионы, это будет востребовано? Чем они займут эти площади огромные? Это же энергетические затраты тоже большие. Ну, это есть цифры, конечно, да. Города, допустим, Нижний Новгород, построен отличный стадион на 40 тысяч, да. Там есть команда футбольного клуба «Олимпия» в прошлом, сейчас она называлась футбольный клуб Нижний Новгород, играет в ФНЛ, то есть не в самой высшей лиге, скажем так. И количество болельщиков на матчах этой команды, ну, максимум 2-3 тысячи людей. То есть, соответственно, занимать такой стадион, и чтобы посещаемость была 2-3 тысячи рублей, ну, нет, нецелесообразность с экономической точки зрения. Вот мы об этом и говорим. Чтобы нам нужно поднять интерес футболу, чтобы лечиков на стадионах было больше. То есть, вы считаете, что реально, что будет на команду Нижегородскую, в частности, на Нижегородскую, ходить 40 тысяч человек смотреть? Ну, смотря какой футбол он будет показывать, смотря, как будет развить спорт в городе, смотря, сколько человек будет о футболе думать. Ген Сыч. Ну, первая ласточка, это, естественно, футбольные стадионы, как их будут использоваться, это вчерашняя игра, игра между Мордовией, Саранск и Балтикой, Калининградом. Так. Нет, не Балтик, Калининград, а Нижний Новгород. Нижний Новгород, Нижний Новгород и Саранск. 28 тысяч было. То есть, заполнен стадион был полностью. Согласитесь. Это очень хорошо. Это очень хорошо, согласен. Тем более, Саранск по численности меньше, чем город Киров. Конечно. То есть, интерес уже, население есть к футболу. Вот первая ласточка, которая первая игра доказала. Как дальше будет, мы уже посмотрим. А у вас нет сомнений в том, что эта картинка, которую нам показала вчерашняя игра, она немножечко скрашена тем, что есть задача чиновникам, инвесторам показать, что да, эти площади не будут пустовать, что да, они будут занимаемы болельщиками. Но это, естественно, спортивные чиновники, когда заинтересованы, чтобы результаты были в их пользу. Естественно, преувеличение есть и будет всегда. Ну, может быть, это и хорошо даже, да? Ну, хорошо, если... Потому что это будет других заряжать интересами. Ну, это уголовно наказуемое дело, статистика такая. Если билеты печатают бесплатно и говорят, господа, сходите, то почему бы и нет? А почему бы и нет? В этом ничего уголовно наказуемого нет, наоборот, и на пользу. Ну, это проследим, значит, в течение этих месяцев, как будет посещаемость этих стадионов. Посещаемость, я думаю, будет очень хорошая. Очень в это верим, мы надеемся. Я сейчас, в данный момент, 27 июля еду на игру суперкубок между ЦСКА и Локомотив в Нижний Новгород, так там практически билетов уже не осталось в продаже. Да вы что? Да. Это здорово. Я думаю, что вот это говорит о том, что интересы футбола есть в Нижнем Новгороде. Да, это прекрасный пример того, что если есть площадь, то уже если есть места, если есть зал, хороший зал, то туда уже будут приходить. Ну, это большой шаг в развитии футбола, конечно. Вот построили стадионы, гостиницы, дороги. Это очень здорово. Наша область, конечно, это... Миново. ...деяние прошло мимо. Вот мы заботимся о другом, как занять наших детей, как взрослое население продолжит играть в футбол. Вот эти у нас проблемы. Давайте перед тем, как перейти к проблемам, да, еще немножечко про чемпионат поговорим. Те команды сборные, футболисты, которые вызвали у вас наиболее позитивную реакцию, да, и, соответственно, те команды, игроки, которые могут преподать положительный пример. Для молодого поколения зарядить их на то, чтобы идти играть в футбол. Кто это для вас? Евгений Алексеевич, давайте с вас начнем. Ну, для меня, во-первых, что попадание в сборную Черышева, Дениса, это было очень радостно. Потому что я считаю, что Черышев один из самых интеллектуальных игроков сборной России. Он высокого уровня игрок, ответственный. И к нему нужно, конечно, игроков подбирать таких, чтобы видение игры было у них одинаково. Тогда будет результат. Но, несмотря на это, даже Черышев, смотрите, четыре гола забил, а все они изумительные. И один из голов считается вторым по красоте всего турнира. Это же здорово. Да, очень здорово. Ну, и, естественно, яркая звезда – это Дзюба, который своей оригинальной игрой показал всему миру, что есть в России футболисты. Да, и вообще, по некоторым мнениям, по некоторым оценкам, сборная России – это открытие чемпионата. И есть надежда, что... Ну, Сергей вот о сборной Франции расскажет. Сергей Николаевич, ты расскажите. Нам игроков очень понравился. Я бы хотел все-таки рассказать, да. Во-первых, отозваться об игре сборной России. Ребята действительно показали даже, наверное, больше, чем они могут на самом деле. Выступление было великолепное, скажем так. Вот этот выход в 1-4, это, можно сказать, даже выше, честно говоря, потолка. Мы этого... Ну, многие не ожидали, но получилось, молодцы. То есть ребята на поле оставили все, что у них было, даже чуть больше. Ну, а на меня уже второй крупный турнир, конечно, самое сильное впечатление производит все-таки сборная Исландии. То есть команда с этого островного государства, там с населением 300 тысяч человек, выходит второй турнир подряд в финальную часть, играет, играет успешно, приезжает много болельщиков, опять же. То есть это вот тот пример, к чему, как бы, нужно, в принципе, стремиться. Причем, если я правильно понимаю, там каждый из них еще занят своей какой-то работой официально. Нет, это, по-моему, миф, потому что у них на данный момент в стране с населением 300 тысяч человек, 400 профессиональных футболистов. У них заграничных, в зарубежных чемпионатах играет 60 спортсменов, то есть, соответственно, сборная составлена из профессионалов. Откуда финансирование тогда? Вот давайте я вам расскажу вкратце про эту страну. Я очень много про нее почитал, как раз, про развитие спорта. Значит, у них была очень большая проблема в конце 90-х, в начале 2000-х годов. То есть это была самая пьющая нация среди молодежи в Европе. Ну и государство, как бы, решить эту проблему за счет спорта. Каким образом? Каким образом? Значит, введено обязательно занятие спортом в общеобразовательных школах. То есть каждый ребенок обязан посещать спортивную секцию. Дополнительно еще. Дополнительно, да. То есть не то, что у нас физкультура живет. Три раза в неделю обязательно должен посещать, присутствовать там. То есть вот. И на данный момент, ну, конечно, под все это создавалась инфраструктура. То есть сейчас у них... Извините, еще эти секции были бесплатные? Они бесплатные, да. Это все государство взяло на свои плечи. И на данный момент, значит, вот в этой стране 17 искусственных полей, 130 спортивных залов, плюс 7 крытых манежей. На 300 тысяч населения. То есть вот мы видим результаты этой работы. Команда выходит, играет. Плюс ко всему к этому у них 600 лицензированных тренеров детско-юношеских по футболу. Без лицензии там даже близко не подпустят никого работать. Вот теперь, как бы вот по прошествии, можно сказать, там 20 лет, значит, страна пожинает плоды той работы. Это был, конечно, очень большой удар по бюджету Исландии, но они вот выбрали этот путь, и они, можно сказать, чего-то достигли в спорте. Каждый второй, где, наверное, ребенок в семье, занимается футболом. Ну да, да. Учитывая количество. То есть была сделана ставка. Вот еще одну цифру скажу. У них 75 клубов футбольных. На острове 75 клубов, представляете? Прекрасный пример, когда сделана ставка на один какой-то вид спорта, на спорт и на один его вид, и добиваемся конкретного результата. Про Францию еще хотели рассказать. Ну, Франция, она изначально футбольная, конечно, держава. Там у них все давно на уровне, давно все поставлено. Плюс физически одаренные футболисты, как говорится, с другого континента, да, их там очень много, они превосходят физически европейскую расу, да, довольно-таки сильно. Ну и работа с молодыми талантами, конечно, у них поставлена. Один, вот, Мбаппе, чего стоит, так сказать, человека смогли вырастить, воспитать уже в возрасте 19 лет. Он выглядит намного сильнее всех своих партнеров, там, не только по своей сборной, но и других. То есть это сейчас на данный момент самый перспективный, самый, конечно, сильный футболист. Я считаю так. Ну, по уровню игры его сравнивают с великим, величайшим пиле. Это уже говорит о многом. Многом. То есть, да, естественно, легкость. Такие его годы еще, да? Да. Причем? Как один из комментаторов сказал, он летает над футбольным полем. Не бежит, а летает. То он действительно быстро уходит. Талант, который подкреплен огромным количеством тренировок, сил. Честно, без тренировок не бывает ничего. Вот и нашим игрокам надо равняться на таких вот игроков, которые, да, молодые, но уже завевали. После этого чемпионата можно и на наших равняться. То есть там ребята тоже очень хорошо выступили, молодцы. Ничего не скажешь. Какой-то бы обмен опытом производить, когда футболисты иностранные приезжают к нам, а наших ребят талантливых отправляют к ним. Такую переквалификацию. Ну, и такая программа существует. На стажировку отправляют, команду и в Голландию отправляют, и в Англию отправляют, и в Германию. Это и есть. Только у сборной такая практика? Нет, клубы, которые участвуют в первенстве России, в премьер-религии, в футболе национальной лиге, значит, у них есть договоренность с некоторыми клубами, они общаются, значит, игроков направляют туда и к нам направляют. То есть знакомиться с этим, это же познавать не только футбол, но и познавать о стране, узнать о жизни, образ жизни. Это и мотивирует наверняка развиваться в футболе, чтобы впоследствии... Можно было туда, может быть, на постоянную работу переехать, так или иначе. Да, в целом, подытожим по чемпионату мира, на ваш взгляд, как вы оцениваете, окупились ли затраты, я не говорю сейчас о цифрах, окупились ли затраты России, нашей страны на проведение данного мероприятия? Окупились ли ожидания россиян от этого мероприятия? Ну, давайте, вот я со своей стороны финансовые затраты не буду брать в виду. Да, дело в том, что о нас положительно заговорили во всем мире, даже наши противники, это самое основное. Они достойно выступили, достойно провели и лучший чемпионат мира со всего проведения этих турниров. Так что это говорит о многом. То есть это нас радует, естественно, и мы будем сосредоточиться на своих вопросах больных в нашем регионе. Да, теперь появилась возможность психологически, эмоционально их решать. Сергей Николаевич? Ну, в первую очередь, значит, что позитивное после этого чемпионата мира? То есть в стране увидели, что футбол у нас все-таки есть. Не секрет, что было очень много шуток перед чемпионатом мира по поводу нашей сборной, как только их не называли, во что они там играли, во что угодно, только не футбол. Ну вот на этом турнире продемонстрировали, что мы, оказывается, не хуже всех, тоже умеем играть в футбол и можем показывать нужный результат. А негативные последствия? Ну, посмотрим, что будет дальше. О позитивных. Хорошо. Итак, следующее, о чем хочется поговорить, это, конечно же, влияние на развитие спорта, футбола после чемпионата. Насколько чемпионат заразил идеей развития футбола? Во-первых, вышестоящие, скажем так, руководства, да, это Министерство спорта и прочие структуры, и, главным образом, самих россиян, да, тех, кто постарше, и молодых ребят, детей, как вы считаете? Насколько сейчас сформированы потребности в этом, Сергей Николаевич? Ну, что могу сказать? По своим ощущениям, значит, получаем сейчас очень много звонков от родителей, которые хотят, чтобы их дети занимались футболом. То есть, если это раньше... Это шор номер 8? То есть, если раньше начинали где-то беспокоиться в сентябре, в октябре, то есть, с началом учебного года, сейчас, несмотря на то, что лето, сезон отпусков, лагерей, они хотят заниматься, звонят, можно ли прийти. Причем возраст детей любой, там, от 5 лет до 13. То есть, ну, вот это один из толчков развития футбола, я считаю. Вот чемпионат мира сыграл хорошую службу. Ну, раз уж начали про это говорить, как вы поступаете с такими родителями, которые сейчас уже хотят ребят... Мы берем обязательно детей. Да, то есть, на сентябрь? Почему? Мы берем сейчас. Да, они тренируются, все уже в сентябре, там, проведем контрольные нормативы, и посмотрим, кого зачислим в школу, кого нет. То есть, тут... Ну, берем всех, сейчас смотрим, потому что, раз человек хочет заниматься, может быть, его желание будет такое, что он действительно добьется чего-то в будущем футболе. То есть, смотреть, брать нужно всех, конечно. Евгений Алексеевич, что-то скажете? Или мы дальше тему про детей продолжим? Нет, я скажу, что вот правильное направление, это Сергей сейчас сказал, что сейчас дети хотят заниматься в данный момент, сейчас, а не когда-то, с сентября, с августа, они сейчас хотят заниматься, им нельзя никак отказывать. Они определятся, приходят, позанимаются. Если этот вид спорта им не подойдет, они уйдут в другой. Но то, что они сейчас именно в данный момент хотят, нужно это использовать в момент. Пока они перегорят. И можно даже среди этих маленьких мальчишек, 15 лет, может какой-то талант появится у нас в Кирове. Хотя у нас есть достаточно известные футболисты, которые играют на высоком уровне. Это, я думаю, попозже поговорим. Да, конечно. Сергей Николаевич, еще вопрос по поводу развития детского спорта, в частности, в той структуре, в которой вы работаете, сейчас штор номер 8. Окей, ребята приходят, занимаются. Какие перспективы у них, возьмем с 5 лет, соревнования, в которых они участвуют, мастерство, которым они будут обладать, где и как они могут применить это все? Ну, значит, начиная с 8 лет уже дети участвуют в первенстве города, в первенстве области. Эти соревнования, значит, у нас проводятся. Но, к сожалению, не на том уровне, на ком хотелось бы, но они есть. То есть дети соревновательную практику определенную получают. Единственное, что мешает полноценному развитию футболистов в нашей школе конкретно, это у нас отсутствие спортивного зала в зимний период времени. Не то, что там кого-то крытого манежа, теплого или что-то, просто элементарно спортивного зала. Значит, единственный зал, который был на территории Новоятского района, пригодный для игры в футбол или мини-футбол, он, значит, закрыт с осени 2014 года. И вот уже я жду, не дождусь, когда, во-первых, хотя бы выделят деньги на его ремонт. Ну и вот начнется скоро пятая зима, как мы будем тренироваться на улице в зимнее время. Зимой? Зимой, конечно, да. С детьми? С детьми. Ну, хотя бы закалить их можно таким образом. Ну, только разве что закалить, да. Больше там, как говорится, подготовить какого-то футболиста в таких условиях просто невозможно. То есть мы занимаемся, их оздоравливаем, так сказать. Но о каком-то сумасшедшем профессиональном росте, да, и выходе на более серьезный персональный уровень разговаривать невозможно, потому что, когда ребенок полгода занимается в более-менее пригодных условиях, а полгода мы просто пытаемся сохранить то, чему мы его научили за предыдущие полгода, то у нас роста нет. Не говорим уже о развитии. Да, о развитии. То, соответственно, ну, сами посчитайте, если, допустим, условно, в этой же Исландии, да, ребенок 12 месяцев в году занимается в хороших условиях, а в нашем городе, в Славном Кирове, только 6 месяцев мы играем в футбол, а 6 месяцев в нашей школе конкретно мы утоптываем снег. Кто должен выделить в бюджет и о какой сумме идет речь? Ну, значит, зал, он муниципальный, то есть это администрация города Кирова. На момент, когда была составлена смена 14-й год, это было порядка 12 миллионов рублей. Сейчас сумма, конечно, с силой инфляции, она немножко увеличилась до 15 миллионов рублей, но, насколько я слышал, на 19-й год даже еще пока и не планируется эту сумму выделить. Ну, понятно. Другие задачи приоритетов? Ну, видимо, да, потому что детский спорт у нас, как говорится, да и не только детский, в целом к спорту правительство относится так, как к пятому колесу телеги, то есть имеем то, что имеем. А у других спортшкол есть подобные проблемы? Нет, я, насколько знаю, в США пятый, да, там у них спортивный зал есть, но он один зал, детей там больше тысячи, то есть всем места тоже не хватает, плюс там еще в определенное время занимаются арендаторы, в то время, когда могли бы тренироваться дети. Соответственно, многим команды, некоторые, точнее скажем так, за свои деньги еще другие пригодны для занятий в футболном зале в городе и там тренируются. Ну, в Кирове эти как бы залы есть, а вот я про США номер 8, где работаю, у нас, к сожалению, удаленность от Кирова приличная, да, то есть не наездишь на тренировку Киров, а в Навятской залов-то нет вовсе больше. Ну и кто вам без денег даст зал еще? Нет, ну деньги, вопрос, да, можно найти спонсора, что-то еще найти, но его просто зал-то в Навятской зал-то больше нет, там даже если у тебя есть деньги, если даже у тебя есть деньги, тебе все равно негде играть, потому что нет зала. Ну, либо строить, либо... И вот потеря этой технико-тактических навыков, то есть компенсируется физической работой, аэробной работой, то есть уже готовим не футболистов в широком плане, а легкоатлетов, стайеров. Атлетов, да. Ну, у них сейчас манеж свой будет, так что тоже неплохо. Ну, манеж, это не значит, что результаты сразу пойдут вверх. Это, я, например, больной вопрос, например, построили плавательный бассейн, где результаты, где результаты, где результаты. Построили зал фигурного катания, стадион, где результаты, где результаты, нет результатов. Это тоже вопрос такой. Это зависит от тренера и от личности. От энергетики тренера, от их вовлеченности. И это еще тем более. Если энергетика есть, это сейчас здорово будет. Можно назвать, конечно, ряд тренеров высокой квалификации, которые занимались плаванием, которые в фигурном катании, у которых были результаты. Сейчас пока в данном случае нет. И в легкой атлетике тоже ждать сразу нет смысла. Будем ждать. 10-15 лет, я думаю, мы еще поживем. В такой ситуации с футболом опасаются, да, что если будет площадка, если в эту площадку очень большие деньги будут заложены, а результата не будет, то, соответственно, те, кто придумал этот футбол, Смотря что считать результатом, я считаю, что количество занимающихся, это уже результат. То есть хорошие условия для ребенка, это тоже результат. Мы все-таки должны о них немножко думать, а не только... Евгений Алексеевич, как вам такая стратегия? Конечно, это естественно, что самое основное на нашем уровне региональном, конечно, привлечение, чем больше занимающих, тем лучше. Вот из этого числа, конечно, из массовости должны кто-то появиться. У нас в данном случае в футболе есть такие люди. Вот мы о них, наверное, поговорим, если слово дадите. Конечно. Ну, конечно, еще пару предложений и все. И, конечно, вот я хочу отметить Сергея, как тренера, будучи тренером детской спортивной школы номер 5, мы многие годы, десятки лет выигрывали самые основные соревнования, те юношеские соревнования и Кубок области по футболу Перенца. И в том году неожиданно, ему же неожиданно, я думаю, неожиданно, а за счет творческого труда Сергея у него команда юношей стала победителем Кубка области, обладателем Кубка области, победителем чемпионата Кировской области. Это очень здорово. И есть там ребята способные. Вот это сказывается, анародная работа, ущерб технико-таксической деятельности. Вот, я считаю, да. Он переиграл всех. Я эти игры смотрел осенью. Мне очень команда понравилась. То есть, будучи уже не директором, я уже трезво смотрел на все команды, которые участвовали в этих соревнованиях. Давайте теперь про звездочек. Душа просит. Душа просит, да. Вот у меня было заготовлено тут на нескольких листах. У нас есть вот так, в своей среди чужих сборной вятки, ну, допустим, сегодня. У нас вот Карена Исраилян родился в Армении. В 1994 году переехал в садили в город Киров. Занимался у Кирилловых. Занимался в детской спортивной школе. Виток у него какой? Игрок в национальной сборной Армении с 19 до 21 года. А затем главная команда Армении. Один матч, 19 лет, со сборной Литвы в Кубке чемпионов. На Кировской базе, да? Да, на Кировской базе. Вот защитники. Мастер Андрей Малых. Это восьминдик детский спортивный школа номер 5. Он получил звание мастер спорта, играя из команды Оренбург. Михаил Багаев. В данный момент капитан команды Курска. Играл за многие команды. Торпеда, Рубин, СК Хабаровск, Краснодар и многие-многие. Сейчас он капитан. В этом году он получил право на получение звания мастера спорта. Занимался тренер его первый, Юрий Вячеславович Ларьков. Вот. Ну, трансферная стоимость это 250 евро у них. Андрей Артем Пасько. Это тоже тренер Кирилл Игоревич Иванович. Играл за Волгу, Нижний Новгород, Сокол, Саратов, Балтика, Калининград, Динамо, Санкт-Петербург и другие. Тоже трансферная стоимость 250 евро. Александр Бесняков. Играл тоже воспитанник детской спортивной школы номер. Играл за Динамо, за Спартак. Сейчас играет за Торпеда Владимир. Тут о деньгах не говорится. Владислав Тифяков. Это воспитанник. Это тренер Ефимов Леонид Николаевич. Играл в дублику Краснодара. Естественно, за спортивную школу играл. Сейчас выступает в команде... КамАЗ. КамАЗ. Трансферная стоимость 50 тысяч евро. Алена Аскеров. До 13 лет тренерался в Кирове. Затем перешел в Мордовию. Тренер Ефимов Леонид Николаевич. 8 игр, 1 гол за клуб Новиград, Хорватия. Сейчас играет за границей. Сорокин. Тоже известный футболист. Это все воспитанники. Пятый. Да, пятый. И других команд дойдут. Тоже играл. Замур Благовещенск, Носа Торново-Троцинская. Сейчас играет... Где у нас? Он тоже Торпеда Владимир, по-моему. Торпеда Владимир тоже перешел. Видите? А Никита Глушков. Это тренер Валерия Александровича Конышева. Это локомотив. Он играет за Урал. Много-много. Вот вопрос. И давайте последний, который у нас. Алексей Пугин. Это тренер. Зазнимался у Шабалина Юрия Викторовича. И он за многие команды играл. Сейчас играет за Балтику и Калининград. И вот один вопрос такой. Мы, наверное, его спросили в интервью местной газеты «Калининградская правда». Говорит, как вы считаете, в Кирове почему нет футбола? Он ответил дословно в Кирове нет заинтересованных людей в развитии футбола. Все. Куда делись-то? Разъехались? Нет заинтересованных людей. Нет развивать футбол. Нет заинтересованных людей. Но эти они же были, развивали же. Вот сколько фамилий вы перечисляете. Я думаю, он имел в виду заинтересованных людей среди руководства города и области. Не среди нас, специалистов. Вот. И мы с вами переходим к другому вопросу уже. Что касается негосударственного, будем так называть, футбола. ЛФЛ, о котором мы уже говорили очень много здесь в этой студии. И работа федерации, федерации футбола Кировской области. По сути, мы сейчас видим такую картину, как мне это предстает, моему взгляду. Потому что ЛФЛ, там 60-й больше команд зарегистрировано. Ребята играют, постоянно тренируются, показывают успехи. Это все освещается. Все их, все рукоплещут. Все восторгаются работой футболистов. Причем команды непрофессиональные, любительские. И федерация, где очень много, там, по-моему, около 10 команд заявлено было в этом году. Семь. Семь, да, меньше десяти даже. Почему такая разница? И не лучше ли это все дело как-то объединить, для того, чтобы в совместную идею продвигать? Я сейчас некоторые вопросы затрону. Сергей, я думаю, добавит. Дело-то за многолетнюю историю проведения чемпионатов в области. Я сам работал в облспорткомитете, проводил эти соревнования. И, зная, какой уровень соревнований, высокий уровень, много команд участвовало. А в этом году за многие лет чемпионат области не проводится. Он не проводится. Ну, это одна из причин, то, что высокое, тем более это соревнования под юрисдикцию Министерства спорта попадают. И они передали функции проведения соревнований в областной федерации футбола. Областная федерация футбола, то, что еще привлечение бюджетных денег, она еще сделала взносы 40 тысяч с команды. То есть, это непомерно... К раз то, о чем говорит Алексей Пугин. Да, это непомерная ноша для команд, которые участвуют в чемпионате области. И, естественно, команды отказались. И инициативная группа создала свою группу, где участвуют 8 команд. В том числе, команда «Машиностроитель», команда «Нович» в детской спортивной школе, «Олимпия» Кирова Чапец, «Котельнич» впервые участвует. То есть, две команды «Вахруши». То есть, нашли выход, то есть, такие суммы не платить, а разумную 7 тысяч за взнос и участвовать в соревнованиях. А Абасаи Федерация футбола проводит турнир среди 7 команд. Ну, там взносы большие. Ну, сколько на 6-7 команд? Объединить, конечно, это надо объединить, но это должен человек авторитетный, уважаемый, чтобы пошли навстречу. Но когда конфликт интересов, значит, финансовый, с одной стороны, большая сумма, с одной стороны, меньше, то, естественно, хотят побольше заработать. Либо этим повышать, либо этим понижать. В итоге как-то все равно не очень. И в итоге вот такая получилась, что у нас сейчас переноса чемпионат области нет, а проводится просто турнир. Турнир просто Кировской областной федерации и турнир, который назвали турнир «Вятка». Ну что, на этом мы сегодня вынуждены закончить. Мне кажется, нам еще полчаса минимум нужно с вами, чтобы окончательно разобраться с тем, что происходит. А у нас больше времени нет. У нас больше времени нет. Жалко. На сегодня все. В следующий раз тогда обязательно пригласим вас снова. Надеюсь, что отзоветесь и придете. Да, хотя нельзя жаловаться на это никогда. Итак, сегодня говорили мы о последствиях чемпионата мира по футболу, о том, как он прошел замечательно, как все рады. Остановились мы на не очень яркой точке состояния кировского футбола на данный момент. Я надеюсь, что через несколько недель вы еще к нам уже, ему гостю, в студию придете. Мы с вами продолжим разговаривать именно о возможностях развития футбола в Кирове, возможности возрождения команды профессиональной кировской. Есть ли такой шанс вообще? Это, конечно, есть, я думаю. И я хотела бы затронуть предметно именно, кто заинтересован все-таки у нас в Кирове. Кто? Хоть и Леша, хоть и наш воспитанник сказал, что нет. Нам просто интересно затронуть, кто именно способствует развитию футбола. Всех заинтересованных тоже приглашаем поучаствовать. И кто не способствует, главное. Не с распортом. Нет, давайте, кто не способствует, это понятно. То есть это будут все те, кто не способствует. Поэтому всех заинтересованных тоже приглашаем в разговоре поучаствовать. А времени выхода в эфир мы объявим заранее. А сегодня в студии был ветеран кировского футбола Евгений Душкин. И Сергей Самарцев, старший тренер по футболу, шор номер 8. Спасибо большое, уважаемые гости. Очень приятно было с вами помещение. Вам спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. Всего доброго. С верой в спорт.